Здравствуйте! К новостям культуры. В Италии начала работу венецианская биеннале – старейший и самый престижный в мире смотр современного искусства, сообщает сайт Первого канала. Зрителям посчастливится увидеть неожиданные инсталляции, смелые образы в скульптуре и живописи, новые символы вечного и прекрасного. Среди множества стран-участниц особо отмечена Россия. Наша страна представила масштабную экспозицию. В работах художников много символичного, одна из них, например, посвящена борьбе с терроризмом. Присутствие России не ограничивается официальным конкурсом. Палаццо 15 века специально открыли для Пушкинского музея, который участвует в параллельной программе биеннале. Новая Третьяковка на Крымском валу запустила бесплатные экскурсии по русскому авангарду, сообщает МИР24. Такие экскурсии – первый опыт Третьяковской галереи. Малевич, Ларионов, Экстер, Гончарова – все богатство русского авангарда 20 века теперь можно увидеть совершенно бесплатно. Преобразилась и сама экскурсия. В роли гидов выступают волонтеры, которые проходили специальную подготовку несколько лет. Чтобы рассказать о ключевых произведениях, людях и событиях эпохи, отводится всего полчаса. Но по факту только у загадочного Черного квадрата Малевича можно простоять треть этого времени. Чтобы бесплатно насладиться русским искусством 20 века, нужно зарегистрироваться на сайте. Несмотря на то, что экскурсии будут проходить каждый будний день на протяжении месяца, свободных мест остается все меньше. По словам организаторов, за месяц Третьяковскую галерею в рамках этого проекта посетят около тысячи человек. Уникальная экспозиция из коллекции Египетского музея в Турине будет выставлена в Государственном Эрмитаже в июне текущего года, сообщает РИА Новости с осылкой на материалы к переговорам президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Италии Пауло Джентилони. Также отмечается, что к 2018 году в Италии пройдут русские сезоны, в рамках которых выступят ведущие театральные концертные коллективы, а крупным культурным событием осени станут Дни Москвы в Милане, Генуе и Венеции. В Нью-Йорке лучшие голоса планеты спели в честь МЕД, сообщает Евроньюз. 50 лет назад культовый театр Метрополитен Опера сменил адрес, переехав с 39-й авеню в Нью-Йорке в новый Линкольн-Центр. Сегодня это одна из самых престижных оперных площадок мира. Полувековой юбилей МЕД в Линкольн-Центре отметили с грандиозным размахом. На гала-концерт съехались лучшие голоса планеты, всего 40 артистов. Они исполнили отрывки из репертуара театра, а также фрагменты новых постановок.